Сегодня состоялась 12-я сессия собрания депутатов муниципального образования Хасавертовский район 6-го созыва. В работе сессии принимали участие заместители главы администрации района и руководители структурного подразделения. Вел сессию председатель собрания депутатов муниципального образования Хасавертовский район Маран Ахаев. В собрании депутатов муниципального района 6-го созыва из 104 депутатов присутствует 98 депутатов. Форум обеспечен. Форум позволяет нам начать работу. Какие будут предложения? Начинать. Поступило предложение начать работу. Кто за то, чтобы начать до свидания собрания депутатов, прошу проголосовать. Против? Поддержался? Елена Грассова. 19-ю сессию собрания депутатов муниципального района 6-го суда объявляют открытой. На рассмотрение сессии предлагается проект «Повестки дня» из одного вопроса. Проект «Повестки дня» и материалы к нему вам розданы. На суд депутатов была представлена «Повестка дня» с одним вопросом о кандидатуре члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. По данному вопросу выступил Магомед Лабазанов, заместер-председателя Собрания депутатов муниципального района, который угнал разъяснение по данному вопросу. Уважаемые депутаты, согласно статье 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года, номер 1229 ФЗ о порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий безупрочной репутацией и постоянно проживающий на территории субъекта Российской Федерации в течение 5 лет участвующих в выдвижении кандидатов для наделения полномочиями члена Совета Федерации. В случае, если Конституции законом субъекта Российской Федерации предусмотрено избрание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации депутатами законодательного органа государственной власти, а у нас именно в Республике Дагестан такой закон, кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации, значит, о них двое вы знаете, один представитель от Народного собрания Республики Дагестан, другой представитель от исполнительного органа, может быть депутат Государственной Думы, либо депутат законодательного органа государственной власти, либо депутат представительного органа муниципального образования. То есть, любой, значит, сельский депутат или любой депутат собрания городского округа или муниципального района может быть таким. В указанном случае кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, также может быть член Совета Федерации, представитель исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. который на день представления Президентом РФ в законодательного органа Государственного субъекта РФ кандидатов для избрания на должностного должностного лица субъекта РФ получит поддержку не менее 10% от числа представительных органов муниципальных образований данного субъекта РФ. Поддержка кандидата осуществляется решением представительных органов муниципальных образований, принимаемым большинством голосов от общего числа депутатов не ранее, чем за 40 дней и не позднее, чем за 25 дней до истечения срока полномочия высшего должностного лица субъекта РФ. Либо не ранее, чем через 30 дней и не позднее, чем за 45 дней до дня досрочного прекращения полномочия высшего должностного лица субъекта РФ. Как вы знаете, у нас поменялся предыдущий глава республики Абдул-Типов Промазан Галчимуранович, в настоящее время исполняет обязанности Васильев Владимир Абдул-Абдулевич. И у нас состоятся выборы вообще, где не были выборы. И в том числе мы будем 9 сентября текущего года выбирать главу региона, то есть главу республики Дагестан. И в связи с этим вот эта процедура у нас должна пройти. Уже в честь собраний депутатов сельских поселений нашего муниципального района поддержали кондитуру, которую я сейчас буду озвучивать. И сегодня и нам предстоит эту процедуру выполнить. Действующим членом Совета Федерации на сегодняшний день является Умаханов Яс Магаин Саламович, который занимает должность заместителя председателя Совета Федерации с 15 декабря 2010 года. Умаханов Яс Магаин Саламович родился в 1957 году в городе Махачкала, по национальности Даргенец. В 1979 году получил диплом Московского государственного института международных отношений. В 1981 году стал заведующим международным отделом ЦК. С 1991 по 1994 год был президентом Центра международного сотрудничества. В декабре 1993 года баллотировался в Госдуму. С 1994 по 1995 год был президентом промышленной корпорации Рюдак, председателем Совета директоров Российского Арабского университета. В 1995 году избран депутатом Народного собрания из Поли-Дагестан, руководил комитетом по бюджету, финансовым и налогам. А в 1998 году в 2001 годах был заместитель председателя правительства Республики Дагестан. Ну и так далее. Доктор, значит, кандидат философских наук, заслуженный экономист Республики Дагестан, награжден орденами дружбы, орденом за заслуги перед Отечеством 4 степени, почетным знаком Совета Федерации за заслуги, женат, имеет двое детей, сыновей и дочь. У него есть подробная биография в ваших материалах, которые вам в роздане имеются. Умаханова Ильяс Магад Саламович добросовестно выполняет предусмотренные регламентом обязанности заместителя председателя Совета Федерации, решает в Совете Федерации Российской Федерации вопросы поставления руководством Республики Дагестан, активно участвуют в общественном, политической жизни Республики. На связи с всех Народного собрания Республики Дагестан, вице-спикер Совета Федерации Умаханов, периодически выступает с информацией о своей деятельности. Председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентин Иван Иванович Иванович высоко оценивает работу представителей Дагестана в Совете Федерации, в том числе и Ильяса Магад Саламова. При вручении ордена за заслуги перед Отечеством 4 степени и президент России Путин Владимир Владимирович отметил такие качества Умаханова, как глубокие знания, вдохновение, упорный труд, целеусправленная работа и сказал, что он принадлежит к какому-то велению инициативных, динамичных, готовых решать сложные задачи. Уважаемые депутаты, где бы ни работал, какую бы должность ни занимал, Умаханов Ильяс Магамед Саламович остается истинным представителем и патриотом Дагестана и является лучшей конъюнтурой для представления интересов Дагестана в Совете Федерации на сегодняшний день. Прошу поддержать конъюнтуром Умаханова Ильяса Магамед Саламовича для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Уважаемые коллеги, какие будут предложения? Поступило предложение о принятии решения по данному вопросу. Кто за то, что принять решение по данному вопросу, прошу прогнозовать. Поддерживайся. Прошение принято и на глаз на один. Уважаемые депутаты, на этом повестке дня сессии исчерпано. Есть замечания о поведении сессии? По завершению сессии Мараш Шах Султанович поблагодарил депутатов за плодотворную работу.